Вовремя начали выстрелять, да? Я живу возле стрелкового клуба. Привет! Начну с небольшой истории, так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. 2015 год. Молодой, еще беззаботный я, только что вернувшийся из армии, решает заняться бизнесом и оформляет кредит на 500 тысяч рублей. И нет, к сожалению, он не покупает 33 биткоина, которые сейчас бы стоили около 200 миллионов рублей. А решает купить оборудование для печатной и сувенирной продукции. Потом он встречает свою будущую жену, и они уже вместе с общей силой развивают свое полусувенирное, полурекламное агентство. Покупает все еще больше оборудования и через какое-то время теряет к ферме интерес и в пандемию закрываются. Да, история действительно получилась очень короткой. Но это еще не все. Ведь как раз в этот же момент я открываю свой YouTube-канал, который веду и по сей день. Ну а дальше поклонники, звездные вечеринки. Ну вы знаете. Мое лицо уже немножко красное, потому как я замерз. Перемещаемся. И знаете, когда тебя одолевает это чувство ностальгии, начинаешь вспоминать, как же здорово это было. Печатать все эти чехлы на iPhone, выбрасывать половину, потому что они бракованные. Нарезать визитки, а с ними же и свои пальцы. Да, прикольно было. И порой задумываешься, а вот за все это время, насколько сильно развилась индустрия рекламы? И чтобы ответить на этот вопрос, я отправился на очередную выставку в Москву. Вы только не подумайте, что я из DIY-блогера переформатировался в репортера. Просто в этом году действительно много выставок, которые мне интересно было посетить. И еще раз, приятного просмотра! В основном, это поставщики сувенирной продукции и расходных материалов, производители печатных станков как по баннерному полотну, так и по ткани, представители звука, света и видеоаппаратуры, ну и, конечно же, ЧПУ-станки, как фрезерные, так и лазерные. Я, кстати, был не один. Также на выставку прибыл гуру DIY. Всем привет! Вы на канале «Слава делает вещи» и мы находимся на выставке «Реклама 2024». О, Жень! Жень! Йоу! Привет! Здорово, как дела? Помнишь меня? Да, конечно. А как здорово, что на тебе уже мой микрофон. Расскажи, пожалуйста, что вот этот за штендер сзади нас стоит, на котором заборжен пингвин? Что он значит? Это не просто штендер. На этом штендере есть сокровенная надпись. Она гласит, что все хотят в Антарктиду, но поедет только Ватсон? Ватсон. Расскажи поподробнее, что именно поедет туда? Лазерная сварка Ватсон 4 в 1. На самом деле это очень полезная вещь на Антарктической станции. В частности, конкретно, это будет станция Бенгаузен. Там работают ребята из Института исследования Арктики и Антарктики. Мы с ними связались и совместно с ними решили отправить сварку прямо туда, чтобы они использовали ее по назначению в своих нуждах. А какие-то конкретные, может, проблемы она будет решать? Ну, это чаще всего какой-то ремонт. Все же это ремонт. Понятно. Может, что-то еще туда отправите? Лазерный маркиратор Ватсон оптоволоконный для того, чтобы также наносить маркировку на все инструменты и маркировать пробирочки для исследований. О! Забавно! Да. Это именно оно. Представляете, случайно здесь оказался. Он пробегал мимо, но мы его поймали. Знаешь, что интересно? Как будто еще не видел у вас лазерного... Лазерного... Резчика по металлу. Резчика по металлу. Металлорез. Не случайно, не на нем ли сделан дым? Именно на нем. Посмотрите, какой ровный и четкий торец. Красиво и не требует никакой постобработки. И в этом как раз и преимущество металлореза. Высокая скорость резки и отсутствие требований по постобработке. Ну и, конечно, сварено это на лазерной сварке. А пойдем я прямо сейчас покажу? А было бы здорово. Пойдемте. Вот чтобы было понятно, что такое лазерная сварка... Так, так. Я хочу, чтобы ты сам попробовал. Ты пробовал раньше? Нет, я еще ни разу не пробовал. Ни разу? Нет, я пробовал зачищать металл, но сваривать пока что нет. Круто. Смотри, здесь сварка с двумя зеркалами. Они... Здесь же два зеркала, правильно? Вот здесь находится второе зеркало и второй гальвомотор. Здесь два гальвомотора, два зеркала. И они могут с помощью передвижений зеркал создавать различные траектории движения лазерного луча. Так. Ну мы как бы имитируем. Вот знаешь, сварщики, они обычно... Восьмерка, 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 петелечки, вот это все. Здесь это все делают в зеркала и... То есть достаточно просто вести прямо... Более того, вот здесь сварка с присадкой и присадочная проволока тоже. Там есть скорость подачи. И она сама подталкивает. Она тебя, по сути, подталкивает до... Давай попробуем. Мы можем дать человеку поварить. Обязательно защиту на глаза. Потому что глаза это самое важное, что у нас есть. И что может. Давай, чуть-чуть отойдем. Короче, ставлю, получаю... Впервые в истории. И это приблизительно так, да? Да, да, да. Нажимаю, и он меня должен сам вести, по идее, да? Да. Ну, прирожденный сварщик. Я чуть-чуть, наверное, промахнулся, мне кажется. Промахнулся по шву? Да, мне кажется, я чуть-чуть мимо пошел. Промахнулся отлично. Да? Или я не разбираюсь, если честно? Я так... Не разбирающийся человек, я не похоже. Тебе в комментариях все напишем. Это реально интересные новые впечатления, отличающиеся от полуавтомата, которым я и так не умею пользоваться. Ну, ладно, неважно. Как сваривался этот пингвин, мы уже разобрались. А теперь мне интересно посмотреть, на чем он вырезался. Пойдем. А вырезался он на абсолютно новой модели резчика по металлу Watson 1530 серии А, где 1530 означает размер его рабочего поля, то бишь полтора на три метра, а габариты всего станка 4,68 на 2,34 на метр сорок высоту. Ух ты! Он как раз влезает в мою мастерскую. Не знаю, зачем я это сказал, но ладно. Ну и, конечно, пара характеристик, которые, как мне кажется, уже стали стандартами качества. Это станина, сварена из толстостенной профильной трубы, прошедшая термическую обработку. Направляющие Хивин, серво двигатели Дельта, позволяющие развивать скорость перемещения 80 метров в минуту, лазерная голова Ray Tools от полутора до трех киловатт мощности и излучатель Raycas, что позволяет без труда резать алюминий до 8 миллиметров, нержавейку до 10 миллиметров и черновую сталь до 20 миллиметров. Ну и на сладкое это цена. Комплектация с трех киловаттным лазером стоит 3 миллиона рублей. Пять лет назад я бы сказал, сколько? Я же сегодняшний скажу, что станок дешевле нового автомобиля. Ребят, я с металлом не так, чтобы на короткой ноге, так что давайте интерактив. Имея такой станок, чтобы вы на нем изготавливали? Пишите в комментариях. Но вернемся к гуру. Славка на этой выставке был не просто так. Он еще подрабатывал моим оператором. Шучу, шучу. Я ему не платил. Ладно, ладно, шучу, шучу. Я еще в прошлом ролике говорил, что он будет проводить свой мастер-класс на стенде Лазерката. Что конкретно он изготавливал, я думаю, он расскажет сам в своем ролике. А весь мастер-класс можно будет увидеть на канале Лазерката. Но, ребята, есть еще новость. Мы нашим креативным агентством Паша Слав, ну или Вячес Павел, каким-то чудом смогли еще успеть отснять пилотный выпуск нового разговорного шоу, где в качестве гостя пригласили Артема Лебедева с канала «Все инструменты». Просто закончим это, и все. У нас просто больше... Просто мы перегрелись, как камера. Кстати, да, есть такое. Да, давай разбирайся. Да, включай там лапс. Все, всем спасибо. Как это говорится в конце съемки? Было? Было. Ну, было и было. Мне это специально нужно было озвучить, потому что монтаж на мне, и затягивать его нельзя. Так что, в идеале, на следующей неделе ждите анонса. И еще пару слов о выставке. Наверное, почти каждый стенд в этом павильоне – это потенциально готовый бизнес. Будь это хоть ЧПУ-фрезер, на котором можно делать объемные буквы и вывески. И при этом вам не обязательно открывать свое рекламное агентство. Можно сотрудничать с уже имеющимися в вашем городе. Причем маржинальность в этой нише может доходить до 40%. Или же можно купить широкоформатный принтер и поставить на поток печать баннеров. Кто-то, наверное, может усомниться и сказать, что… Да никто уже не заказывает такую рекламу. Все рекламируются в соцсетях. А вот и нет. По крайней мере, в моем городе количество рекламных счетов увеличилось в полтора раза за последний год. И я вас ни в коем случае ни к чему не призываю. Просто хочу сказать, что вот на таком DTF принтере печатаются мои футболки. И пользуясь случаем, хочу напомнить вам о том, что поддержать мой канал можно несколькими путями. Во-первых, подписаться, поставить лайк, написать полезный комментарий для поддержания, а также можно заказать футболку. Оператор, стой, подожди. Можно заказать футболку, тем самым вы поддержите скорейший выход новых роликов. Ребят, и еще один момент. Вот, ну, Христа ради прошу вас. Ну вот, и вы, если покупаете футболку, то вот, пожалуйста, оставляйте отзыв, пожалуйста, хороший на нее. Мне вот так тепло на душе будет. Вот, огромное будет спасибо вам. Ну вот и все вроде. В очередной раз, покидая экспо-центр, ощущаешь грусть и тоску. Но помимо тоски, ты также набираешься все больше и больше опыта. На этом видео подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока! Я, опять, какой-то дрянь сказал. Меня интересует текстильник больше. Я футболочками занимаюсь. Сколько стоит? Достаточно. Столярка не пошла? Чуть-чуть. Ладно. Нет, вырежете. Блин, вы только не думайте, что я из DIY-блогера перфомати... Перперш Продолжение следует... Продолжение следует...